Ещё одно напоминание на тему Рамадана. Итак, у нас есть определённый уровень выносливости. И смотрите, до Рамадана и в самом Рамадане мы должны повышать планку, но даже если не повышаете, хотя бы придерживайтесь какого-то норматива в Рамадан. Не перестарайтесь. Вот, к примеру, человек не ходил в качалку, потом пошёл и в первый же день два часа. Следующий месяц ты его там не увидишь. Поверьте. Два часа качался. Никогда в качалку не ходил, а тут вдруг нагрузил себя. Мертвец. Тело его на следующий день так заболит, в качалку он уже не вернётся. Если пошёл в качалку, бери веса полегче. Полегче. Привыкай. Потом пришёл снова, взял чуть больше, и постепенно наращиваешь веса. Когда дошёл до определённой планки, добавлял, добавлял, поднимал, и в итоге чувствуешь усталость. Ты устал? Если ты это ощущаешь, придерживайся этих весов. Больше не нагружай, не глупи. Ведь если перегрузишься, то на следующий день так устанешь, что больше не захочешь в качалку в эту ходить. Больно. То же самое в поклонении. У каждого человека ресурс разный. Если ты не привык поклоняться, час напролёт, я о желательном, дополнительном поклонении. Не делай столько сразу. 15 минут. 10. Полегче. И добавляй. На следующий день, минут 5, и прислушивайся к ощущениям. И всегда старайся совершать поклонение, какой-либо вид поклонения. Когда ты это хорошо переносишь. И закрывай Коран, заканчивай. Вот, например, я Коран читаю. Хорошо себя чувствую. Прочитал пол джуза. 10 страниц. И такой думаю, может еще страниц 5 прочитать? Обычно я, к примеру, читаю пол джуза или поменьше. И мне комфортно. Все, закрывай Коран на пока. Почему? Ученые сказали. Если намаз совершаешь, 2 рака ты желательного намаза прочитал. 4. И тебе комфортно. И думаешь, может прочитать 6, 8, 10. Или остановиться. И знаете, если ты прекратил поклонение на ощущение комфорта, и твой разум тебе говорит, я насладился этими ракатами. Этими четырьмя ракатами или половиной джуза. Если твой разум тебе так говорит, то он скажет, надо будет повторить. И ты захочешь сделать это снова. Мне понравилось. И ученые говорят, всегда останавливай поклонение в нотке комфорта. Особенно, когда только привыкаешь. Если к тяжелым весам еще не привык в поклонение, то всегда себя останавливай в состоянии комфорта. Когда твоему разуму хорошо. Снова и снова захочешь повторять это. 4 дополнительных раката почитал, Коран почитал, Викр поделал. Завтра, послезавтра то же самое. Если думаешь так, мне этого достаточно. Придерживайся этого. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил нам. Лучшие дела перед Аллахом, те, которые совершаются регулярно, даже если маленькие. Так что делайте так в Рамадан. Вы должны чувствовать наслаждение от того, что проделали. Если в какой-то день вы добавите, к примеру, прочитаете 6 ракатов дополнительного намаза, 15 страниц Корана, увеличите норму. Альхамдулиллах, главное, чтобы лишнего на себя не взять. Чтобы не было типа, о, тяжело, так столько времени ушло. О боже, так мне все это тяжело дается, поклонение. Не надо так. И вот. А если вы можете добавлять к своему нормативу дополнительные какие-то объемы, больше веса брать, то вперед. Но аккуратно. Выносливость надо повышать постепенно. Многие этого не понимают. Готовиться к хаджу, когда сезон хаджа настал. Хадж наступил и начинается так, что изучать, как делать-то его. Не сейчас время к хаджу готовиться. Знаете, когда надо? Готовиться надо за год. Повышая духовную выносливость. Многие идут в мечеть пророка и говорят, «Шейх, что мне нужно читать? Что? Я не знаю, что мне читать. Не могу прочувствовать». Ты не прочувствуешь. Если не будешь продолжительное время усилия вкладывать. Хочешь прочувствовать, ежедневно надо делать. Вот Рамадан взять. Вот у нас Рамадан идет. Если вы хотите следующий Рамадан сделать совершенным, суперским. На протяжении года каждый день делайте вот это. Десять страниц Корана, читайте намазы, дополнительные зикры. И все это каждый день. И увидите, как будет. Вы железо натягаетесь к следующему Рамадану. В плане поклонения, в смысле. Вы будете наэлектризованы к следующему Рамадану. Потому что вы подготовились к этому. Вот представьте, атлет. Тренируется каждый день. Поставь ему задачу. Без проблем выполнит. Почему? Потому что он каждый день делает это. Вот подобным образом и прокачивается духовная выносливость. Продолжение следует.